Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очень красивую и уловистую мушку, не только по головлю. Она относится к семейству сухих. Это очень известная американская мушка, но учитывая то, что у нас не все материалы, те которые используются для изготовления этой мушки, я вам покажу, как можно изготовить из тех материалов, которые имеются у нас, чтобы с успехом можно было ловить рыбу. Давайте приступим. Для начала я выгнул обыкновенный крючок, желательно с удлиненным цевьем, вверх, так, чтобы он напоминал нам лососевый крючок. Если у вас есть в наличии лососевые крючки, вот такого типа, пожалуйста, можете использовать. Закрепили нить, промазали клеем, как обычно, цевьё. Нить возвращаем обратно, совсем немножечко прихватим. В качестве крыла я буду использовать вот такой экзотический материал, который можно будет нам заменить на мех песца, мех лисы, любой другой мех, который у вас есть в наличии. Я беру совсем небольшую, вот такую щепоточку, совсем-совсем немножко, так как от величины этого крыла у нас будет зависеть в основном самомушка, насколько симпатично она будет выглядеть. Подровняли, вот так держа, удаляем всё, что нам мешает. Я перекладываю вот так, и в месте, там где я оставил свою нить, как бы работая левшой, подтянем немножечко, закрепим окончательно теперь наш мех. Крыло в дальнейшем у нас будет подниматься вверх, поэтому его величину вы отрегулируете сами, как по величине моего крючка мне вполне достаточно. нить я перемещаю слегка вот так, подравнивая тело к загибу. Теперь нам понадобится материал, как обычно, или же люрекс, или как я использую, обыкновенную вот такую плёнку, которую я беру из упаковки. Крепим её. притяжной петлёй и аккуратно проматываем до начала загиба. Здесь мы останавливаемся, и аккуратно, чтобы не было у нас комков, виток к витку, возвращаем, чтобы стало, чуть-чуть зайдя за оборотку нашего крючка. Вернём, чтобы не мешало, вперёд вот такими большими витками. Промажем немножко клеем загиб. И буквально совсем немножечко, пару оборотов выполним по загибу. Вот так. И возвращаемся теперь обратно к нашему креплению нитки. Плёнка хорошо тянется, поэтому не стесняйтесь, можно её красиво вот так подтягивать. подняли вот так вверх, возвращаем нашу нитку, и теперь окончательно закрепим наш люрекс в этой точке. Чтобы не было комков, я промотаю немножко по цевью и отрежу. В качестве хвостика единственное, это что у нас будет составлять небольшую проблему, но она решаемая. Я буду использовать вот такое пёрышко с грифки золотого фазана. Если у вас по каким-либо причинам такого пёрышка нет, вы можете сильно не расстраиваться, потому что можно спокойно надёргать из хорошего пера, который имеет бородки хорошую стекловидность, изготовить хвостик и его потом ноготочками приподнять вверх. Здесь у меня уже изготовлен соответствующий бортик моей ниткой притяжной петлёй. Я подхватил и теперь смотрим, как у нас будет стоять наш хвостик. Вот приблизительно так меня устраивает. Можно ещё немножко его подровнять. Желательно, чтобы он находился у нас вот так строго сверху. Удерживая немножко наш хвостик, буквально пару оборотов выполним здесь вровень с креплением меха, подрежем наши остатки пера. Учитывая то, что этого элемента в мушке нет, я всё равно хочу изготовить бортик БАД-БАД, как кто его называет, поэтому по нашему произношению давайте мы не будем цепляться. можно изготовить из вот остатка как у меня перо страуса можно взять обыкновенное пёрышко павлина и из пера павлина изготовить здесь наш бортик. Закрепим наше пёрышко. Учитывая то, что оно у меня короткое, я возьму пёродержатель и выполним обмотку им. Буквально пара тройка оборотов нам будет вполне достаточно оторвалась. Повторим опять. Буквально пара тройка оборотов нам будет достаточно для того, чтобы отделить наш хвостик и приступить к изготовлению тела. Посмотрите по величине своего пера, насколько у вас будет позволять это перо. Закрепили и учитывая то, что у меня перо не длинное, я его подрезаю вровень с моим мехом. Для тела нам понадобится теперь люрекс. люрекс желательно использовать достаточно, чтобы был крепкий, но если у вас имеется вот такой материал, желательно конечно использовать вот такой материал. Давайте с вами изготовим так, как ее запланировали наши друзья американцы. Закрепим опять же я креплю материал на всю длину, чтобы у меня не было бортиков и плотными витками стараемся его подхватить до нашего пера. Оставляем пока. И теперь в качестве тела можно использовать как красную нитку вот у меня имеется такая, как тесьма, которую я распускал с галантерейного магазина. В идеале конечно использовать вот приблизительно такой материал. Закрепим с вами буквально щепоточку этого материала, потому что тело у у нас будет составлять буквально две трети от всей длины. Подхватили наш материал и теперь аккуратно подровняем все тело, так как нашим юнифлоссом или каким-либо другим материалом уже будет сложно нам это подровнять. И вот как раз на уровне где у нас мех мы подрезали с вами оставляем. Я отрезаю необходимое мне количество нитки, так как удобно очень подравнивать пряжу вот таким растаскиванием пальцами и аккуратно стараемся не давать нашей пряже разъезжаться выполняем обмотку по телу. Выполнили с вами обмотку по телу и теперь нам необходимо выполнить обмотку нашим тисненным люрексом. Обычно количество оборотов выберите для себя сами, потому что многие стараются выполнить три, многие пять. Мы посмотрим насколько допустим у нас выйдет эстетически количество оборотов. Это уже я считаю для рыбы не принципиально. доходим теперь до окончания нашей обмотки и аккуратненько перекидывая наш материал закрепим его. остатки удаляем. Учитывая тот момент, что грудку у мушки можно изготавливать из всевозможных материалов, я пробовал разные варианты, допустим, можно использовать и даббинг, можно использовать и вот такую тесьму, можно использовать и сенели всевозможные. Вы для себя допустим подберете друзья сами, что для вас благоприятно будет. Я сейчас изготовлю мушку в том варианте, в котором она была мной первый раз изготовлена, опробована и довольно-таки хорошие результаты я получил в рыбалке. То есть два варианта для этого изготовления. Можно изготовить сейчас взять перо фазана, но учитывая, что у меня есть вот такой синтетический даббинг, я не буду брать перо, вернее извините, перо павлина, я буду использовать перо, вернее даббинг. Я подготовил перо гризли и закреплю его здесь, где закончили с вами формировать наше тело. Ость пера проматываю по всей длине до моего меха и нитку возвращаю обратно. Теперь нам необходимо с вами, как всегда, немножко промазать клеем, чтобы подхватить наш даббинг и берем небольшую порцию и как обычно, вот я беру вот таким комочком, даже не подравнивать, до первого касания нашего даббинга и потом я начинаю вот так пальцами формировать нашу даббинговую петлю. Грудка у этой мушки должна быть достаточно пышная и объемная. Чем-то должна напоминать грудку насекомого. Вообще это собирательный образ фантазийной мушки, которая чем-то действительно напоминает упавшее насекомое. Доходим до места крепления нашего меха. Посмотрим сколько у нас осталось здесь. Вполне достаточно. И я здесь перевожу нить вперед, сделаю пару оборотов и оставляю ее здесь. Теперь нам необходимо нашим пером возьмем перодержатель, так как оно у нас короткое, выполнить буквально два-три оборота. Больше в этом нет необходимости. Бородки желательно, чтобы были все направлены вперед, тогда наша мушка достаточно устойчивая на воде. Она опирается нашими лапками. Сперва сделали один полный оборот и теперь два и три. И теперь крепим наше перо. Закрепим перо и поменяем нить. Начнем. Мы с вами удалили остатки пера и закрепили черную нить. Теперь нам необходимо приподнять, следить за тем, чтобы наше крыло находилось строго над цевьем. Проматывать здесь и подхватить его уже окончательно, чтобы оно у меня стояло слегка вот так крышей. Проматываем буквально очень много, очень долго, до тех пор, пока здесь не сформируется бортик и только лишь потом мы сможем с вами хорошо подхватить наш мех. Удалили все лишнее. Я промазал буквально пару капель лака, еще необходимо будет не один раз пройти головку. И как вы видите, вот в таком варианте мушка довольно-таки привлекательная, сухая. Скажу вам сразу, что галавль это уже гарантировано. Остальная рыба в процессе, как величина крючка, вы уже посмотрите сами. Материалы можете заменить на свое усмотрение, но принцип желательно оставить. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч! встреч!